После рекордного количества нереализованных моментов за последний чемпионат Федерации футбола СССР обратилась в Институт точной механики с идеей разработки и изготовления мяча со смещенным центром тяжести. В очередном чемпионате города Саратов по горным лыжам победителем стал Вася Петров, который пришел к финишу значительно раньше своих лыж. Шахматный турнир. Здесь после шахта на 41-м году на 42-м. И правда, совсем недавно, как мне рассказывают мои старые друзья, еще при Союзе перед нашими спортивными командами и коллигациями, отправляющимися на чемпионаты мира и Олимпийские игры, выступали студенческие группы поддержки, пиатры миниатюр, напит-бригады, команды КВМ. И наши спортсмены раньше других имели возможность ознакомиться с образцами передового студенческого юмора и погрузиться в атмосферу веселья и задора. И вот, наконец-то, студенческий юмор добрался и до спортивного гинематографа. Россия с нами не пропадет! Чувство юмора всегда подогревает дополнительный интерес. Роман Хаузен – это самый правдивый человек на свете. Я даже танцевал с виртарем одной из команд. Она примерно с меня ростом. Здравствуйте, дорогие ребята! У тебя все данные быть моделью, ты красивая. У меня есть академия Копа Кабана, это бич-сокер, пляжный футбол. Мы шли его сняться в подключение электроник. Россия с нами не пропадет! Это замечательный фильм с точки зрения того, что у нас практически не освещен женский футбол. И не все вообще знают, что он у нас есть. И помимо того, что есть профессиональный футбол, мало кто знает, что есть девочки, которые занимаются им на любительском уровне, которые пришли туда достаточно недавно, уже будучи совершенно зрелыми личностями. И просто выбрали это как свое хобби. Кто-то ходит в фитнес, кто-то ходит на плавание, кто-то на йогу, а кто-то хочет играть в футбол. И это замечательно, что есть такая возможность. Не все знают, что она есть. Может быть, многие девочки, которые мечтают попробовать себя на футбольном поле, узная то, что есть такие соревнования, придут и наконец-то реализуются. Помимо своей основной деятельности будут реализовываться как спортсменки, футболистки, пускай они профессиональные. Очень много интересных фактов раскрывается в этом фильме, то, что одно другому не помеха. Можно быть красивой девушкой, потому что многие считают, что футболистка – это какой-то киборг страшный. Нет, совершенно не так. Это харизматичные, красивые, разносторонние личности, которые занимаются и творчеством, и спортом, и при этом и становятся женственными, несмотря на то, что футбол совершенно не женственный будет спортом. Очень много тем раскрывается в нем. Как это представлено? Чувство юмора, оно всегда подогревает дополнительный интерес. Это элементарно вообще. Шум прибоя, глазами к небу голубое. Добрый день, дорогие друзья! Я счастлив, что в свое время мне довелось познакомиться с прекрасными, красавицами, представительницами женской футбольной лиги. Девчонки шикарные, у меня даже появились поклонницы, поклонницы моего творчества и шоу-группы «Доктор Ватсон». Я получил потрясающее удовольствие от общения с этими девчонками. Они искренне чистые, потрясающие спортсменки, конечно же, футболисты. С 1955 года я, Георгий Мамиконов, болею за команду ЦСКА. Фильм «Россия с нами не пропадет, пусть процветает и здравствует». Этот фильм показал, что мы на верном пути, и наш спорт еще будет лучшим. Девчонки не подведите. Ну, во-первых, мне очень приятно, что возникают такие продукты, которые редактируются с точки зрения спорта и кинематографа. Это вообще уникальная история, потому что массовый спорт, как правило, не любят снимать и не любят его пиарить. Если у нас появляется такой продукт, который действительно отражает все, что связано с детским футболом, с женским футболом, все очень приятно и интересно, потому что сейчас идет полнейшая популяризация массового любительского спорта. Я считаю, что это уникальный продукт. Я смотрела ваши фильмы. Они имеют некий собирательный образ. Почему интерес должен возникать? Дело в том, что ни мачтовые, ни какие-то другие первые каналы не снимают. А вот когда появляются такие группы видео, фото операторского искусства, а если еще это с кинематографом связано, то это действительно популяризирует вообще футбол в принципе. Если мы с вами будем, опять же, популяризировать вот эту историю, я думаю, что наши девчонки-футболисты, они станут более мягче и превратятся в настоящих красивых девчонок. Турнира отборочного выполнила задачу. И победную точку на 64-й минуте матча поставил Юрий Гаврилов. Много моделей, театральные двузы. А для чего тебе нужен футбол или хоккей? У тебя все данные быть моделью, ты красивая. Она и так привлекательна. Желание, она стремится себя проявить здесь. Когда смотришь их на площадке, они перед тобой предстают совсем другим. Ну, несопоставимо другой раз бывает. Совсем другое представление. Девочки на вечера, они там и танцуют, поют, разнообразят. Это агитационная работа. Они хотят себя и здесь проявить на фоне спорта. Это очень хорошо. И потом вот этим личным примером, каждый из них показывает другим, то вы тоже можете стать таким. Для меня в футболе секретов нет. И понапрасну не надо. Разные причины не надо. Нам искать, конечно, не надо. Нет их все равно, нет их все равно. И не в этом дело, нет, не в этом дело, что тебя не видеть не могу. Когда я узнал о том, что девчонки красивые, стройные, обаятельные, собираются и играют в футбол, я сразу решил поделиться с ними самым дорогим, что у меня есть. У меня есть внутри образ, который бы я хотел подать в качестве символа их движения. Образ Барона Мюнхгаузена, который за волосы вытащил себя из болота. Я всегда, когда занимаюсь какими-то делами, особенно трудными, я всегда вспоминаю этот образ. Во-первых, Барон Мюнхгаузен – это самый правдивый человек на свете. И это очень хороший образ для девчонок, потому что к девчонкам все относятся с подозрением. А правда она говорит, что меня любит или нет? А во-вторых, он настолько уверен в своих силах. Этого хотелось бы пожелать всем вам, что он, завязнув в болоте с лошадью, взял себя за волосы и вытащил. То же самое, что сделали вы. Вы взяли себя и вытащили из рутины, из беготни по магазинам, парикмахерским. Вы вытащили себя и занялись любимым, интересным делом. Я против того, чтобы обязательно стать чемпионкой, выиграть, затоптать, забить больше голов и так далее. Нет, сам спорт – это когда человек раскрывается в самом природоподобном, в природосоответствующем виде. Если мы говорим о людях многосторонних, которые умеют петь песни, красиво выглядеть, танцевать и занимаются спортом, это верх того, что можно достигнуть человек на этой планете. Я желаю девчонкам никогда не бросать это дело. Вы развиваетесь. Спорт – это то связующее звено, которое все ваши таланты раскроет больше, чем то бы то ни было. Никакой продюсер, никакой антрепренер не раскроет так таланты, как это сделает спорт. В спорте вы натуральные, вы настоящие. Я являюсь рекордсменкой России по набиванию мяча. Мои рекорды составляют 17 846 раз. Мы находимся в Протиславском парке, где раньше проходили соревнования по женскому любительскому футболу. Болью судьбы многие юные футболистки оказались в кадрах кинофильма «Россия с нами не пропадет». Фильм получился ярким, красочным, зрелищным. Я надеюсь, что после выхода в свет этого фильма нас станет больше. Вообще, на самом деле, многие, наверное, удивят. Время идет. Наверное, мы, наверное, справились 40 лет от нас в примеры. Но сегодня не об электронике, хотя тоже часть немножко расскажу. Мне тут посчастливилось посмотреть замечательную картину, которая называется «Россия с нами не пропадет». Много шуток, много музыки, хорошего настроения, красивые женщины и интеллигентные мужчины. Мы с братом спортсмены. И в этом смысле нам очень посчастливилось, потому что нас родители в три года посадили на велосипед. В четыре мы ездили уже на двух колесах велосипедах. Пять лет поставили на коньки, в шесть лет отдали музыкальную школу. А уже в школе мы занимались хоксом, баскетболом. В тайне от родителей мы девять лет с братьями уже сели на мотоцикл. Узнали на серьезный мотоцикл, сами за рулем. Пошло, поехало, потом. Конечно же, хоккей. В меньшей степени футбол, но тому виной травма глиностопа. Мы когда приехали на пробы, я прикинул Стивенович Бромля, который пришел в основном в четыре тройника. Он говорит, ну хорошо, но гитарю умеете, умеем. Петь можете, а мы у нас в музыкальной школе, хоры, сорфежи, мы умеем. На мопеде, умеем, на велосипеде, умеем, хоккей, умеем. Вот так сложилось, и опять же, спасибо нашим родителям замечательным. Ну тогда была и демократия, и все эти истории были бесплатные. Это сейчас стоит огромных денег. Уважение к вам, Владимир Старцов. Россия с нами не пропадет! У-у-у!